Всем привет! С вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft и это свежий выпуск настоящих новостей страйкбола. Генеральный спонсор канала страйкбольный магазин Airsoft Rules. Из этого выпуска вы узнаете, что нового сделали Маруй, почему нет перепилов для Витязь от LCT и как потратить 600 тысяч рублей на масхалат. С вашего позволения начну с наших новостей. Неделю назад мы выступали в роли организаторов крупной для нашего региона страйкбольной игры Огонь Бористана. В игре приняли участие более пяти сотен человек и, судя по отзывам игроков, игра получилась насыщенной и людям понравилась. На начало игры силы сторон были равны и обе стороны шли ровно, не уступая друг другу первые три фазы по очкам. Но в результате интенсивных боев, которые не прекращались даже ночью, победу все-таки вырвала сторона Рубия. Склонив к финальной фазе чашу бюстов в свою сторону. Как я уже говорил ранее, для этой игры мы разработали собственную электронику, интегрированную в систему Ситрэп от Приватка, которая на игре отработала в штатном режиме, а это значит, что мы будем продолжать ее развивать. И, скорее всего, в следующем году мы получим вторую генерацию этой электроники. Еще на этой игре совместно с командой Сечень мы провели тестирование новых страйкбольных минометов от Тагин Доминус, которые стреляют более чем на 250 метров. ВВД-версия и версия на вышибном заряде. Это было первое применение этих страйкбольных минометов за пределами центрального региона. Чтобы было честно, было по одному миномету на сторону. Один миномет на стороне Рубия, второй на стороне ИСу. Материал с игры будет использован в обзоре на эти минометы, над которым, как вы понимаете, мы уже работаем. Еще нашей командой на этой игре тестировались масхалаты от Снайпер Сочи. Полигон, на котором проводилась игра, был очень разнообразный, поэтому было очень интересно, как на нем будут работать разные расцветки. Над обзором масхалатов мы тоже уже работаем. Летний сезон мы считаем закрытым. И уже в ноябре мы начинаем зимний сезон всероссийскими соревнованиями спецов Траша Кубок Городов 2021. Турнир будет проходить целых два дня. Будет трансляция и различный эпик. Уже зарегистрировались 9 команд со всей России. Если вы хотели попробовать команды «Свои силы», места еще есть. Ссылка на регистрацию в описании. Я думаю, что нет ни одного страйкболиста, который бы не слышал про фирму «Баофен». Их рации УВ-5Р можно смело считать самой популярной рацией всех времен. Шел 2021 год, и «Баофенг» такие подумали. А давай-ка доведем до слез моделирующих игроков. И выпустили, по сути, тот же УВ-5Р в стилистике популярной военной радиостанции «Анпиерси-152». Над названием «Долго не думали, пусть будет Ар-152». Разъем там стандартный, под гарнитуру типа «Кену». Будут ли это слезы радости или просто слезы, если честно, я пока не решил. С одной стороны, ты получаешь рацию, готовую рацию, которая похожа на «Пиерси». А с другой стороны, ключевое слово тут «похожа». Да и ценник ее начинается со 125 долларов. Стоит ли таких переплат примерно антуражный корпус – вопрос открытый. Но все равно, скорее всего, своего покупателя этот продукт найдет. Российский производитель пиротехники компания «Пироэфикс» решили, а почему бы не сделать антуражные страйкбольные минрастяжки. И сделали мину часовой. Ну, чтобы эта мина вместо тебя охраняла лужу, пока ты сливаешься в лагере. Конструкция страйкбольной мины достаточно простая. Штырек для установки в грунт, пластиковый корпус с наполнителем и пироэлементом, и инициатор с чекой. Логично, что задержка при извлечении чеки 0 секунд, то есть бахает сразу. А самое примечательное в этой новинке – это все-таки внешний вид. Потому как внешне она похожа на советскую противопехотную осколочную мину заграждения POMS-2. За антураж и удобство установки, правда, придется платить. Заявленный ценник – 300 рублей за штуку. Но это все фигня. Если вы хотите реально самоутвердиться за счет дорогой снаряги в страйкболе, и не знаете, как слить на страйкбол реально крупную сумму денег, значит, вы не знаете, кто такой кот и что такое олив. Нет, кот – это не какой-то крутой спецназовец из навесил. Это ленивый Вячеслав, который уже несколько лет не может сделать для своего магазина Лив сайт и продает всякие реально дорогие и крутые штуки через группу ВКонтакте и Инстаграм. И это при том, что в Лив можно купить полный сет адепта дохлоптица. Или даже такой артефакт, как костюм Немезис за 600 тысяч рублей, скрывающий от тепловизора. И если вы сейчас побежали искать в каталоге магазина Лив этот Немезис, то зря. Его почти сразу купили, оставив на страничке кота только познавательную статейку, что это такое. Ссылку на которую я оставил в описании. На магазин, разумеется, тоже. Мастерская BLK One работает над шахтами магазинов для приводов Витязь и АК от LCT, чтобы с ними появилась возможность использовать перепилы. Перепилы это не те, кто в ночь перед игрой входят в состояние берсерка с помощью огненной воды. Это так называют корпуса от настоящих магазинов, в которые ставят страйкбольную внутрянку, чтобы туда можно было заряжать страйкбольные шарики. И если перепилы для АК встречаются достаточно часто, то для Витязи их не встретишь, потому что геометрия страйкбольных шахт от LCT противоречит такой совместимости. О чем реконструкторы, разумеется, жалеют. Помимо антуража, у ППшных перепилов есть, оказывается, еще один бонус. Ребята из BLK One говорят о том, что в них можно запихать до 150 шаров против 100 шаров в обычном LCT-шном магазине. Когда эти шахты появятся в продаже, я пока не знаю. Компания Maple Leaf выпустили несколько полезных деталей, которые заслуживают внимания. Начнем с самой полезной детали для страйкбола, а именно с камеры хопапа. Итак, Maple Leaf обновили камеру хопапа для спринговых винтовок, сделанных по архитектуре VSR-10. Называется камера MLC Hop Chamber 2.0. В комплекте сразу два коромысла. Обычные для регулировки бегунком сбоку и так называемого TDC-типа под плоские довилки. TDC – это когда регулировка происходит с помощью винта сверху. Еще в комплекте есть сразу четыре платформы для довилок разного типа. Big V, Big Curve, Small Curve и Omega. Вторая новинка – опять для спринговых болтовок VSR-10 типа. Это переходник для установки глушителя. Ну, переходник и переходник. Что в нем интересного? А интересного в нем двойное назначение. Когда винтовка собрана – это переходник для крепления глушителя. А когда разобрана – это ключ, которым можно удобно открутить голову цилиндра. Третья новинка – это тоже переходник, но в этот раз для страйкбольных R15, у которых труба приклада крепится с помощью резьбы. Это почти все газовые арки M4 серия от Arcturus и некоторые арки от RS. Нужен этот переходник, чтобы вместо скучной M-очной трубы приклада можно было поставить приклады от SIG MSX, Maple Leaf MLC S2 и все что угодно, что можно установить на респланку. Да, тактические рукоятки, прицелы и все эти непотребства, которые вы печатаете на 3D принтерах. Российский производитель StrikeArt показал новую платформу для установки своих пусковых устройств, называется Stilet. На нее можно поставить любой подствольник, превратив его в автономный страйкбольный гранатомет. Этот самый Stilet совсем скоро появится в продаже в магазине Airsoft Store. А сейчас Airsoft Store пополнил свои запасы продукции StrikeArt страйкбольными гранатами, дымовыми шашками, пусковыми модулями, страйкбольными минометами, гранатометами и выстрелами к ним. Еще к Store приехали различные аккумуляторы и зарядные устройства для них от фирмы BlueMax. В наличии есть как ходовые и популярные модели аккумуляторов, так и редкие варианты, например, емкостью 3300 махов с хорошей такоотдачей. Компания PS запустила продажи переглока на CO2 под кодовым названием Mantis X или Mantis 10. Облегченный затвор с обработкой на ЧПУ, эргономичная рукоятка с золотым принтом, настраиваемый спуск, магвелл, светонакопительный целик и мушка и даже коллиматор RMR в комплекте. За все это придется заплатить 189 долларов. А как вы хотели? Какое-то время назад Tokyo M.Rui провели очередную онлайн-выставку Marufus Online, на которой они традиционно показывают свои новинки. Первой ожидаемой новинкой стала Next Generation Recoil Shock версия M4A1 URG-1 Sopmod Block III. Ну, чтобы вам было дороже, собираться на современку. И фапать на имитацию отдачи, рабочую затворную задержку и другие имитации настоящего автомата. Ожидаемо на привод установлены реплика 11,5-дюймового M-Log ЦВЯ MK16, рукоятка взведения SCH Geysel, складные прицельные отказ, пламегаситель Surefire и приклад Magpul STR. А продавать все это уже начнут в конце этого года. Вторая, но уже неожиданная новинка – это страйкбольная копия армейского шестизарядного револьвера, состоявшего на вооружении армии США с 1873 по 1892 год. Речь идет о Colt CAA-45 Peacemaker. В комплекте по классике есть 6 фальшпатронов, в которые нужно заряжать шарики. Принцип зарядки и стрельбы точно такой же, как у оригинального револьвера. Маркировки лицензионные, обещают черную и хромовую версию. Продавать начнут в феврале 2022 года, а о цену пока не говорят. Еще Маруй засветили коллиматор Marui Tactical Dot Pro Sight, который подозрительно похож на Т1, и механический магазин на 80 шаров для приводов серии Scorpion. ВЕ определенно не дает покоя слава пистолета AAP-001 от Action Army, и они продолжают выпускать рюгерообразные вариации этого пистолета с разными рамками. В этот раз получился вариант с рамкой от 1911 и двумя разными типами затворов. Galaxy 1911 Premium с классическим вариантом ствола и Galaxy 1911 Type B с измененной формой ствола и респланками для установки всего, что позволит ваша фантазия. Еще они отличаются разными цветовыми решениями на любой, даже самый странный вкус. Стоимость зарубежных магазинов варьируется от 110 до 130 долларов. Честно сказать, я не понимаю, зачем брать в качестве базы для эффективного пистолета 1911 с его тонкими магазинами. Для тех, кто хочет разобраться, почему это плохо, я делал отдельное видео. Оно есть в подсказках, смотрите. В это время GNG сделали бубен на 1500 шаров для своего пистолет-пулемета PCC-45, обзор на который я, кстати, тоже делал для нашего канала. Насколько я понял, бубен не автоматический, и для подачи шаров придется периодически подкручивать диск, что не совсем удобно. Еще GNG показали новый целик с рукояткой взведения и креплением для коллиматоров для их нового ГББ-пистолета GPM 1911CP. Это так они называют свою вариацию хайкапа. А для тех, кто сейчас бежит в комментарии писать, что страйкбольную хайкапу не делал только самый ленивый, подолью масло в огонь. Даже SRC готовит выпуск линейки страйкбольных хайкапа, которые рассчитаны на работу как с грингазом, так и с СО2. Линейка состоит из трех моделей. Elite 5.1, Helios 5.1 и укороченный Tartarus 4.3. Каждая модель будет выпускаться в двух вариантах накладок на рукоять. На этом, я думаю, достаточно. Как всегда, предлагаю активничать в комментариях, потому что ваши комментарии позволяют продвигать видео на YouTube, что очень важно в последнее время, особенно для нашей тематики. Не забывайте также ставить уверенные пальцы вверх, так я вижу, нравится вам видео или нет. С вами был Евгеньевич, до скорого!